Хотел бы сказать, что на Йом-Кипур нам не разрешается мыться. Даже написано, палец окунуть нельзя в воду для плеш, для того, чтобы искупаться. Точно так же нельзя заходить в микву на Йом-Кипур, то есть на сам Йом-Кипур. Как мы моем руки утром, мы омываем руки только наши until the knuckles, да? И моешь его точно так же, как обычно моем, просто не всю руку, а вот эти только пальцы моем. И говорим, бараха, аль-не-телят ядай. Лицо не моет, только глаза. Лицо тоже не разрешается мыть, если у человека, то есть Ашкенадзе вообще стринджит. Но Ашкенадзе говорит, если у тебя на глаза невозможно убрать вот это, то, что у нас есть. То, что выходит за ночь, то разрешается это водой смыть. А так нельзя нам пользоваться водой. Воду нельзя, написано даже пальцем человека. Но что, если у человека грязные стали пальцы? Допустим, человек, я не знал, что-нибудь тронул или в туалет пошел и так далее, и рука стала грязная. И тогда мудрецы говорят, из-за этого можно мыть. Почему? Потому что не разрешается мыть только для pleasure, для удовольствия. Да, для удовольствия. А это, чтобы убрать грязь стали, какое-нибудь масло стали, или я не знаю, какая-нибудь сажа. Человек случайно тронул, и человек имеет право, конечно же, это смыть. Коганим утром будут, имеют право мыть руки полностью. Это только на беркат коганим. Это не утром на беркат коганим. Коганим могут полностью мыть, омывать свои руки, как обычный день. Барухаданай леолам. Аминь меаминь.